всем привет злые котятки с вами фрилансер в данном видео я бы хотел сделать первый взгляд на движок под названием silver engine framework данный проект создан небольшой командой разработчиков как я понял изначально это был проект созданный в куларах фирмы исключительно для внутреннего использования но вы знаете все эти фирмы небольшие которые мутят что-то исключительно для себя и потом какой-то момент когда это перестает пользоваться популярностью выпускает это в open source чтобы как можно больше рекламы сделать себе или типа того ну может быть они рассчитывают на то что подключится люди которые захотят участвовать в их проекте дополнить что то тут история timeline проекта вы можете найти информацию документацию по данному фреймворку на сайте silver engine.net в частности вот есть документация здесь описано подробно давайте попробуем реализовать какой-нибудь базовый базовый проектик silver engine framework my app судя по тому что я смотрел и читал про данный фреймворк он мне очень напомнил laravel в том смысле что в нем очень много всего есть уже из коробки включенного но laravel не полноценный немножечко кривоватый кривоватый в частности потому что ну как мне показалось скорее всего я ошибаюсь потому что я с ним не работал по большому счету кривоватый мне показалось routing данном фреймворке который реализовывать запустим пички что и посмотрим на исходнички и так вот перед нами проект который мы создали вот структура директории как видите здесь есть отдельная папочка конфигурации есть алиасы подозреваю это что-то вроде фасадов есть конфигурация приложения эта часть скорее всего генерируется во время установки как мне кажется европа луи я даже не старик производит производится правильно название данного города давайте посмотрим где он находится славенья но это многое объяснять на самом деле наши славянские братья всегда любят изобретать какие-то костыли велосипеды вместо того чтобы пользоваться мировыми практиками интересно знаете как пишется название на английском выглядит как будто ручку кто-то расписывал какие-то буквы или знаете просто вот так по клавиатуре случайно код прошел я думаю с точки зрения жителей словении название ростов-на-дону или москва тоже что-то в этом роде хотя хз и так вот мы развернули проектик смотрим просто что здесь есть посмотрим как выглядит конфигурация база данных тут по всей видимости по всей видимости пиши чё хочешь интересно middleware обратите внимание что структура здесь очень напоминает конфиги symphony конфиги laravel то есть массивы которые ретюрнется из файла так давайте ленки пропустил это видимо конфигурация где находится сторож лэнк здесь указывается путь к файлам локализации посмотрим белком интересно как это в макете реализовано навигационный бар home news контакт ну до этого мы еще доберемся давайте начнем продолжим с конфиг да что ж такое кто-то меня там хочет провайдеры и забавно что увидите 2015-2017 здесь указано на таймлайне на страничке фреймворка информация о нем начинается с 2018 2017 то есть как я и говорил изначально как мне кажется данный фреймворк зародился в кулуарах некой фирмы скорее всего это изначально было лютый говно код я вспоминаю просто свой фреймворк der mc году 2015 и он действительно был ужасен подозреваю что вот тут что-то в этом плане исходники почистили нормальный комментарий написали и некоторое время спустя решили выйти на гитхаб не знаю зачем нужны здесь провайдера возможно это тоже какие-то фасады маршрут системы тут видимо указываются пути к файлам в которых маршрут и идти находятся давайте посмотрим систему папы роутов namespace как видите здесь сиюзается классические psr овске папа роут вот о чем я и говорил обратите внимание структура очень напоминает лоровой хотя бы потому что здесь есть статик функции статик методы который вызывается из класса роут нет по всей видимости это метод через который необходимо обратиться к по данному ерун чтобы получить экшен смотрите здесь название класса и об имеется ввиду метод внутри нами играет не знаю надо осмотрим пойдемте посмотрим документация конечно здесь уровень бог видимо это просто составляли просто писали чтобы даже не знаю почему вот тут видеть некоторые элементы мисс от из описания может быть их добавили некоторое время назад неизвестно так пойдемте дальше да это по всей видимости системные роуты которые нужны для того чтобы приложение установить странно что они не сделали миграции на базе на базе какого-нибудь бинарника насколько я помню тут у них что-то типа а вот сервер походу это она и есть по всей видимости это как раз некий аналог артизана как видите здесь неправильно оформлены и в элсе без скобочек include once динамически include extension они используют писали бы сразу php почему почему вот так вот написано непонятно ну да ладно может быть в этом есть какой-то смысл но подозреваю что это какая-то древний древний какой-то атавизм pp roads давайте посмотрим app roads api интересно похоже данный роутер поддерживает группы маршрутов и внутри маршрута префикс api странно что здесь нельзя указать просто видите как здесь строковая перемена точнее то наверно данном случае будет константа в общем что нельзя явно указать просто строкой что надо обязательно через префикс возможно и развязано с тем что в группу может быть передано несколько переменных не только префикс джейл префикс ну да видите здесь есть два параметра жил и префикс не совсем понятно почему так было сделано и я еще не вижу здесь одну простую вещь которую я очень люблю под названием psr7 request-response welcome-welcome это по всей видимости название название контроллера приложения и метод внутри name home middleware public по всей видимости данный middleware описан в app middleware давайте посмотрим или может быть это системный middleware который который идет по дефолту вы не думаете что я туплю я просто впервые вообще данный фреймворк открываю дальше чем на гитхабе поэтому у меня есть там общие какие-то представления о том что из себя данный фреймворк представляет но не то чтобы я прям супер гуру так вот видите что тоже нарушение psr используется неправильно 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 этот оператор сравнений должно быть с тремя равно здесь можно давить заменить на и на рей проверка тут ведь тут рейсер еще видим ази двумерный массив возвращается и по идее можно и на рей заменить да да надо будет ребяткам написать инфу об моментах которые я нашел так users так ладно с этим с этим попозже значит web api root мы посмотрели пойдемте посмотрим контроллеры welcome контроллеры что ж интересно значит для того чтобы создать контроллер нужно вот вот это вот это название то есть короче нельзя использовать знаете как в лара вели что-то вроде welcome контроллер класс собака в елкам ну вы поняли да то есть вот так по всей видимости использовать нельзя почему такая идея была выбрана мне непонятно на мой взгляд намного удобнее и проще писать явно полное название контроллера наверное это сделано было по какой-то причине а может быть просто не досмотрели может быть не додумали давайте посмотрим содержимое контроллера модель name false private table false return view по всей видимости у них есть отдельный отдельный контроллер системе который отвечает за вьюшки давайте посмотрим где он находится ds template demo error default branch git test они написали класс для работы с гитом видите я вот что вижу уже в каждом файле везде есть собирает но нигде нету информации о том что какой класс делать это очень странно и так обратите внимание что сколько классов мы уже просмотрели и еще ни разу не видели описание что какой конкретный класс делает я считаю что это очень плохая практика нужно писать вот для чего нужно об инстанстрейл что он делает что делает этот метод он возвращает инстанс или что мне конечно я конечно не не считаю что нужно комментировать там абсолютно все но я считаю так если вы хотите чтобы ваша программа которую вы хотите выпустить в open source была максимально популярна среди сообщества надо описывать все то есть вот как работает что потому что у разработчика не всегда есть возможность зайти на страницу документации почитать к тому же как правило я считаю что например фреймворк должен быть самодостаточный и у разработчика должна иметь должна быть возможность иметь под рукой документацию для того чтобы почитать как на примерах да что делать и в коде почитать что конкретно какой метод например или какой класс делать в общем это такой на мой взгляд хорошая хорошая практика давайте посмотрим тут есть файл фасад из users get class обратите внимание что повсеместно используется static функции static методы ну я считаю что наверное это не самая не самая лучшая идея но иногда это иногда это полезно иногда это удобно ну просто чем чем нехороши например static static переменные то что они всегда находятся в памяти и если вы через static методы например работаете с переменами которые тоже статично объявлены ну а они один из бонусов что они доступны везде отовсюду один из недостатков что если там большие объемы данных храниться будут то фреймворк будет много памяти кушать так ладненько модель users здесь можно явно указать обратите внимание что через протекта значит вот это переменная стать переменная указана в модели так юзер экстенит модель модель экстенит крыри object это по всей видимости некая орм которая была создана интересный баг по ходу сделано через magic объекты то есть некоторые запросы по ходу здесь могут быть сгенерированы на лету пустой конструктор переменной тире видите еще что интересно к вере не возвращает да еще я что хочу сказать я не вижу здесь вообще никаких интерфейсов то есть вот например к вере возвращает некий объект у которого есть в вот с меня с точки зрения как программиста сразу впечатление что этот метод не существует то есть если я попытаюсь написать это так я ничего не вижу это говорит нам о том что к вы должны возвращать хотя бы в документации иметь описание того какой объект возвращается поскольку он возвращает текущую текущий инстанс правильнее всего было бы сделать вот правильно всего было бы сделать селф например и все у нас решается проблема то есть мы видим откуда вызывается в другое другое дело что похоже они делают обратную совместимость пичпи 56 ну для этого тоже есть принципе для этого тоже есть решение видите мы просто в документации в пичпи доков указываем рейтером селф у нас после этого начинает работать начинает работать динамика то есть сразу становится понятно вот хочу написать клэри и видеть как много у нас сразу становится доступный метод если мы вот этот блок уберем из рейтером селф то у нас клэри ничего не обращает и нам нужно знать явно что нам нужно возвращать это вот касательно модель в принципе много таких вот недостатков по всей видимости это что-то вроде атовизмов которые появились проекте миллиарды лет назад и о боже мой так что что такое что такое джи хост печки давайте попробуем поискать плагин чувствую я что это некое изобретение разработчиков из команды silver engine не видимо когда писали этот шаблонизатор и не нашли твик в интернете в поиске давайте попробуем через плагинчики поставить может быть это джи хост есть сочин и позиторис нет похоже джи хоста шаблонизатора ну по крайней мере пичпи шторм не существует обычно пичпи шторме все более менее популярные шаблонизатор уже есть без вот этого получается будет немножко сложновато может быть это темплейты специально придуманные для генерации контроллеров при помощи вот данной вот системы silver очень напоминает мне это скрипты на руби которые я где-то видел для того чтобы тоже генерировать контроллера вот сам подобные штуки писал на пичпи и по всей видимости это именно оно и есть пич пишный скрипт который возвращает некий код тут переменные судя по всему передаются а может быть тут какой-то парсер срабатывает не совсем понятно давайте посмотрим еще view стенд layout master ну по всей видимости просто разработчики не добрались поиски до сайта стригом и изобрели свой шаблонизатор ну чем это плохо во первых тем что если на данный фреймворк надо будет переносить какой-нибудь проект который уже написано ты придется очень много времени потратить на то чтобы на то чтобы добавить поддержку ну то есть миграция ну сами знаете миграция это процесс не быстрый по большому счету вот они например и методы css.js.road они могли бы сделать например через экстеншн от вига то есть можно создать объект с двигом и через метод от extension добавлять всякие функции которые будут какой-то задачи выполнять роз по всей видимости эта страничка 404 не совсем понятно зачем ее сделали отдельно по большому счету они могли бы использовать мастер layout и extendить макет 404 но в принципе принципе почему нет дыма geforce это по всей видимости дыма контент который отображается на велком странице непонятно так давайте посмотрим контроллеры по всей видимости view make давайте посмотрим кстати как работает рендер интерфейс то есть тут даже есть интерфейс ну как видите они не описаны и непонятно что делает что делать например даты или error почему вот error не описан почему вы не описано раз он паблик почему его нет в интерфейсе недоработка может быть если если данные методы не должны быть видны из снаружи тогда их надо делать приватными или хотя бы протектов почему тогда писали только два метода но это скорее всего недоработка потому что по всей видимости ядра написали кстати еще вот обратите внимание андефайн из класс exception а тут у них есть свой exception понятно понятно почему вообще странно по идее должен быть и сможет быть это какой-то глюк пички шторма интересно зачем они забрали exception давайте посмотрим сайт файл сайт лайн с трейс окей наверно это для чего-то нужно не совсем понятно принципе они могли бы в конструкторе не пользуясь вот такими вещами просто передавать месседж и рисовать трейс который нужен так ладно погнали дальше что-то еще интересненького давайте посмотрим мебирации датабейсы а у кстати сиды обратите внимание в лукенте очень мне нравится как можно сидировать базу всякими рандомными ништяками они изобрели интересно изобрели свой сидор очень странно по идее сидор должен работать как генератор а тут получается просто они делают псевдоним query создает query и через query делает insert то есть они вызывают орм здесь и в орм передают в метод insert в таблицу users а еще явно указывает таблицу подозревает здесь забыли вот эту переменную сюда поставить в таблицу users они просто создают некий админ кстати md5 без соли и вообще md5 серьезно 2018 году ну ладно что тут еще интересно давайте миграции посмотрим private static table migrations модель name created at cruel times time кстати не вижу здесь update от обычно обычно в всяких серьезных формах там где есть миграции по дефолту есть метод типа time stamp возвращается и добавляется в таблицу две колонки created и updated ну если вспомнить тот же я не знаю добавил к полома сетов в докторину в орм для dmvc так здесь миграция таблицы users как мы видим тоже подключается к вере а наверно креет база данных и insert тоже креетов сидит а в сиденье insert походу креет для создания база данных а и несет третье ни хрена не понятно вот что это делает create drop instance silver database database клееве векрации ну да он понятно drop database ну да по всей видимости create и drop это имеется ввиду таблицы здесь происходит drop если exist create затем идет execute видимо метод который вызывает исполнение но поскольку креет не имеет не имеет return self мы не знаем мы не знаем что за иклик так у меня проснулся малой поэтому придется закругляться в общем вы поняли основная проблема вот таких вот малопопулярных фреймворков которые компания небольшая разрабатывает для себя то то что то что в них отсутствует какое-либо адекватное документирование вообще функционала отсутствует документирование классов да у них есть шикарная дока по всему фреймворку здесь вот с примерами но если вам нужно сделать что-то нестандартное что не описано в примерах что знаю только сами разработчики то вам придется потратить большое количество времени на то чтобы понять как этот код работает ну и соответственно имплементировать некий функционал поэтому если у вас стоит выбор использовать или не использовать silver engine то я бы наверное все таки рекомендовал посмотреть поскольку он достаточно мощный и содержит в себе огромное количество всяких функций миграции сиды модели тут всякие если вы не хотите запариваться с еще одним шаблонизатором не уверен что можно кстати здесь подключить подключить какой-нибудь кастомный шаблонизатор например тот же твик но это возможно просто я не разобрался в том как это функционирует наверняка где-нибудь это описано custom view давайте посмотрим session cookie не описано вот даже в официальной документации не все аспекты задокументированы что уж говорить про исходный код во всей видимости это некий проект созданный на коленке некоторое время назад который видимо активно используется в компании которые данный фреймворд продвигает но на данный момент я вижу что он но вот лично и лично я бы вряд ли им пользовался потому что слишком здесь много классов здесь нету как видите модульной концепции то есть вам придется с нуля изучать как здесь работает cookies и как здесь работает htp клиент если бы они хотя бы часть вот этих методов хотя бы часть вот этих классов перенесли в различные модули и да самое главное это самое главное нихера не протестировал короче короче вы поняли пацаны проблема данного фреймворка она идет вот со многих сторон первая проблема это отсутствие адекватной документации как в самом коде проекта так и на сайте на сайте на сайте silverlight если вы все-таки по какой-то неведомой причине решили данного фреймворка пользоваться вам обязательно на дискорд заходите в дискорд спрашивайте там сидят разработчики меня пригласили попросили посмотреть вот но я вот сейчас на данный момент могу сказать что во первых мне не нравится то что орм уже встроена базу данных мне не нравится что непонятно как тут работает драйвер непонятно как непонятно а вот смотрите да 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 у драйвера оказывается есть SQL подобный непонятно зачем здесь такое огромное количество классов для выполнения банальных вещей в принципе они могли бы обойтись как мне кажется отдельным отдельным драйвером база данных которые они могли бы экстендить ну как это сделано в DRMVC есть у меня там класс database точнее не класс а namespace DRMVC databases и там расписаны ну все базы данных с которыми я работаю или работал в какой-то момент через этот фреймворк плюс непонятно можно ли использовать несколько баз данных одновременно мне кажется что нет скорее всего это некая некая однозадачная однозадачный драйвер в общем данный фреймворк содержит себе все проблемы которые встречаются в непопулярных фреймворках написанных на языке PHP что в свою очередь очень сильно отталкивает людей и многие люди начинают считать что PHP это там язык для не совсем не вполне адекватных людей просто тут как бы проблема не в языке тут проблема в реализации отсутствие документации отсутствие описания классов огромная свалка классов ну хотите сделать ларавель так сделайте как в ларавеле там каждая пиздюшка задокументирована там каждая переменно описано что делает вот поэтому как бы пользоваться или не пользоваться уже решение ваше но исключительно с точки зрения расширения кругозора в общем пользоваться или не пользоваться это ваше решение но вот с точки зрения расширения кругозора в принципе фреймворк хороший используют на продакшене ну вот из первого взгляда могу вам сказать что я бы не советовал возможно просто я не полез дальше вглубь видно что этот фреймворк находится где-то посередине между PHP 5 и 7 то есть тут явно такой переходной процесс много чего здесь реализовано на мой взгляд не совсем правильно некоторые проверки не реализованы правильно слишком большие классы слишком много ифов иногда встречается в коде циклов у рыч например это при большом количестве классов и если у вас в этих классах точнее если вы из этих классов например у вас есть роутинг вы из роутинга делаете какие-то там объект сразу на лету инициализируете вот если это дело через форыч может оказаться так что у вас просто закончится память и будет не совсем понятно то есть то есть короче как то так я лично на данный момент пользоваться данным фреймворком не советую но посмотреть в принципе стоит на этом все большое всем спасибо за просмотр мне тут сашка помогал записывать видос пока пока что и 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